Имя мое Вадим, я из Ростова-на-Дону. Мой никнейм пока молодой. 21 год. Учился, занимался спортом в РГСУ, но сейчас это уже ДРТУ. Долгая история, совместили университеты, теперь я ДРТУ, технический университет. На четвертом курсе диплом буду защищать скоро. Просто играл в свое удовольствие, а потом еще играть в ПАПК и собрал свою команду. И как-то так получилось. Вроде не поддерживали сначала, а потом за, за, за и за. Все хорошо у нас. Ну, я играл в Хайзе очень долго. Там я как раз таки с Шейдом познакомился. Мы соперничали постоянно, и я проиграл около 2000 часов, и тоже не на плохом уровне. До Хайзе я играл в CS GO, в 1.6, в SORCE. Короче, во все шутеры, Battlefield, Call of Duty, во все. Это интересная игра, потому что надо выживать, побеждать, убивать. Это мое. Я всегда в шутеры играл, то есть Battlefield, Call of Duty, CS — это шутеры. То есть в гонке там мне никогда не привлекал играть. Собрал свою команду, играли, играли. Особо предложений не было. Отобрались сначала на PGL, съездили на PGL, заняли второе место. И после начали задумываться об организации, и пришла Лера и предложила нам организацию NAVI. Ну, турнир на самом деле сложный, потому что тут все проходили через квалификации изначально, а потом еще и через Лигу. То есть мы прошли большой путь, и помимо нас еще 15 команд очень сильных. То есть 8 из Америки и 7 еще из Европы. Будет жестко. Нет, СКС — странное оружие. Не мое любимое, и никогда я с него стрелять не буду, пока его не поменяют, наверное. А Мини, если сделать таким, как он раньше был, то я буду его использовать, и это хорошее оружие было раньше. Сейчас — не очень. И мало кто использует его. Ну, баланса в игре мало, потому что все зависит от круга, То есть, если на тебя круг не упал, это тебе надо двигаться, передвигаться на машинах, либо пешком — это тяжело. И в некоторых моментах тебя могут встречать, как-то обыгрывать, и главное — попасть в зону изначально. А потом уже все остальное. Баланса пока мало. Это факт. Она мешает играть. Ты, например, падаешь в школу или куда-то в Пикадо, делаешь по 10 киллов изначально, И потом едешь куда-то дальше воевать, и тебе взрывает красная зона — это ненормально. Поэтому надо убирать все. На данный момент срок. Все нравится, все подходит. Да. Сэк 4. Спрейд. Самое то. Не знаю, я бы ее вообще убрал на самом деле. Иногда спасают людей просто. Человек бежит прямо, и в него стреляют, получается, спереди, он бежит на него, И как-то пули попадают в сковородку. В итоге человек спасается как-то. Поэтому я бы убрал ее тоже. Ну, если ее доработать, то да. То есть надо приземляться, пока ты летишь, тебя уже убивают — это неправильно. И также надо, чтобы не было там ВССов, всяких СКСов, потому что это не нужно оружие вообще на разминке. М16, М4, АУК. Наверное, не падать сначала в школу. Надо падать что-то в среднее, типа Мельта. Я начинал с Мельта, и с нее научился играть, можно сказать. А потом уже постепенно перешел на починки, с починок на школу, и чередовал починки — школа, починки — школа. Как вы думаете, что вы думаете? Надо просто стрелять, бегать и никого не бояться. Если даже умираешь постоянно — это ничего страшного, потому что надо развивать скилл стрельбы. Это очень важно. Потому что надо со всеми быть готовыми воевать. Четыре на четыре, три на три и так далее. Даже там два в четыре — без разницы. Хороший старт по-любому всегда найдет себе тег какой-нибудь. Но это тяжело. Тут либо надо сделать уже всем инвайт давать как-то, распределяют, я не знаю. Либо всем квалификации давать. Потому что на квалификациях есть читеры, их немало. В квалификации на какой-то турнир тысяча команд. И там по-любому есть читеры. Как ни крути, там есть читеры. И это тяжело проходить через них. Они тебя могут назить, не назить, что угодно. Поэтому надо как-то распределить квалификации, либо инвайты. Я не знаю, как. Я начинал с дуо. Точнее, сначала играл с братом. Он меня затянул в эту игру. И потом, как брат увидел, что я что-то могу, я пошел дальше. В итоге я познакомился с Мумино, с Жаном. Мы начали играть дуо-турниры. Какие-то просто играть в дуо-склады. И как-то мне дуо-режим не заходил. Вот сейчас мы с Шейдом играли дуо-турнир. Мне он не зашел. Потому что там, опять же, много команд, много читеров. И люди лежат в кустах. Не как здесь, например. Тут другой стиль игры. Тут никто не будет в первой зоне лежать в кусту с СКС. Тут таких не будет. Дуо мне не нравится. Но, может, как-то в будущем буду играть, посмотрю. Айрдроп — это не частая вещь, которую можно найти вообще. Она только если на тебя упадет. А так можно что-то добавить, типа двойной айрдроп. Но с одним ганом. Два гана нет. Там можно два в третьих броника положить. Или два в третьих шлема. Но не больше. Это уже дисбаланс будет. Как вы играете в игре? Я ее не особо распробовал. Потому что я поиграл всего там в день на ней. Мне особо понравилось. Потому что люди так же быстро умирают. После первого круга остается 15-20 живых. То есть весь экшен — первые пять минут. Все. Остальное — ты опять бегаешь, опять кого-то ищешь и т.д. Нет машин. Ну, есть машины. Но ротации на этой карте, наверное, делать не будут, если она будет потом турнирной. Но пока она не готова, я так считаю. Да, правильно. Ну, конечно, есть две карты, а не две турнирные. Значит, надо играть в 8 аренгели, в 8 мармаров. Единственное, что просто 8 карт в день — это очень много. Да, это моя из любимых карт. Потому что там надо двигаться пешком. И можно со всеми стреляться, не двигаться на машинах и т.д. Поэтому я люблю мармар. Ну, это буст, потому что если играть мармар, например, без иксовок, то есть не увеличенные эмки, не увеличенные прицелы, то ты ничего не найдешь просто в игре. Найдешь эмку, 60 патронов — и все. И очень за редкостью ты найдешь прицел. Это неправильно. Ну, конечно. Мотики проваливаются под землю, под воду. Люди взрываются на чистом месте. Люди садятся в машину, взрываются. Конечно, влияет на турнире жестко. То есть ты вчетвером, вроде живой, раз, и у вас уже двое, потому что двое взорвались просто в машине. Раньше хорошо играл. Ну, глобал был. На фесте там чуть-чуть играл, но не особо так. Плюсы и минусы. Плюс дома, например, играть, потому что ты уже привык к этой обстановке. Ты сидишь, никто тебя не напрягает. Спокойно сидишь и играешь. А тут, не знаю. Плюс то, что тут нет читеров. Вот и все. Может, просто под стиль игры не подходит. Некоторые игроки играют сейвово, некоторые игроки больше убивают. Может, команде нужен стрелок, либо человек, который больше выживает. Две команды сейчас есть, которые фавориты, в принципе. Это Фейзы и Виталити. И то Виталити даже не пришли на этот турнир. А Фейзы, да, они все время либо первое, либо второе, либо третье, либо четвертое занимают. То есть они постоянно в топе. Наверное, спокойствие и уверенность просто в своих действиях. И все. Я просыпаюсь, кушаю. Если мне надо в универ, я хожу в универ. Закрываю какие-то зачеты, экзамены. Потом прихожу домой, обедаю. И сажусь поиграть в паблики, постримить. Вечером у нас либо лиги какие-то там, пабка онлайн, аузом и т.д. Либо мы просто играем в паблики и все. Потом ложусь спать и новый день. Ну, еще гулять хочу, естественно. Больше шести часов, наверное. Но иногда отдыхаю вообще от игры. Никак. У меня нормальная физическая форма. Я 12 лет спортом прозанимался. 11 лет я прозанимался кудо. Это то же самое, что смешанный. Только в кудо есть шлем. Защита, типа, экипировка. И полтора года боксом я прозанимался. Ну, наверное, естественно, родители и брат. По-другому не может быть, по-моему. Верность в дружбе – это главное. Самое главное. Что люди брут, наверное, ложь. И все. Остановимся. Люблю. На данный момент я играю. Поэтому главная цель моя – сейчас играть, играть, попадать на все турниры и выиграть. Вот. Это на данный момент. Что будет потом – пока не знаю. Ну, наверное, я буду толстым. Я буду сидеть с пивом и все. Время – еще раз. Оружие. Любое оружие, чтобы убивать. Пап. Кс. Го. Хайзер. Инстаграм, твиттер и вк. Ну, СЛ, остаться в живых. Раньше смотрел. Прикольный СЛ. Побег. СЛ. Крутой. Фильмы. Эквилибриум. Крутой фильм. Компьютер, кровать, дом. ВК, инстаграм и твиттер. Вроде больше меня нигде нет. Привет передаю своим родителям, своему брату. Спасибо Нави, спасибо спонсорам.